Итак, продолжим потихонечку разбираться с IP-Tables. У нас, как обычно, нет никаких откровений, вы все это можете почитать в мануалах. Мы с вами просто разбираем концепцию, чтобы было понятно потом, с какой стороны подходить к этим мануалам и применять на практике. Сегодня мы с вами поговорим о двух таких вещах. Это механизм Contract Connection Tracker, который отслеживает состояние соединений, и такое действие, как маскарад. Это нечто похожее на NAT, но о NAT мы будем говорить в следующий раз. Я вам каждый раз буду показывать эту картинку, потому что ее нужно закрепить в голове. У нас есть основные цепочки, через которые проходят все пакеты по сети. Цепочка прерутинг для предварительной маршрутизации. Перед тем, как попадают какие-то пакеты на хост с нашим IP-Tables, пакет попадает в цепочку прерутинг. Цепочка input. В ней находятся у нас пакеты, которые адресованы нашему хосту, на котором установлен этот фильтр с IP-Tables. Цепочка forward. Это те пакеты, которые проходят через наш хост насквозь. Output. Это те пакеты, которые у нас создаются и отправляются с нашего хоста IP-Tables. И цепочка post-рутинг. Это завершающая цепочка, в которой, может быть, содержатся правила какие-нибудь маршрутизации итоговой. Но мы это более-менее закрепили. У нас сегодня из интересного мы будем говорить о том, что есть еще и таблицы. То есть, мало того, что у нас есть цепочки, у нас есть еще таблицы. У нас есть три основные таблицы. Это фильтр, это таблица NAT и это таблица Mangle. В каждой из этих таблиц у нас, видите, есть наборы цепочек. Это тяжело сейчас воспринять. На практике мы поймем. По умолчанию, когда мы не указываем никакую таблицу, мы работаем с таблицей фильтр. То есть, все это время мы с вами работали с таблицей фильтр. И только в ней мы создавали правила. Сегодня мы с вами доберемся до таблицы NAT. То есть, нужно понимать то, что есть таблицы. В этих таблицах у нас находятся цепочки, а в цепочках у нас находятся правила. И, соответственно, пакеты у нас проверяются на прохождение вот через все эти цепочки. В следующий раз я вам еще более подробную картинку покажу, где полный маршрут указан. А сейчас разберемся с нашей текущей задачей. Значит, в прошлый раз мы с вами сделали так, что в цепочке input у нас разрешены соединение SSH и пинг на нашу машину. Зелеными стрелочками я обозначил. Я сейчас конкретно уже указал то, что у нас вот посередине наш сервер IPTables. У него есть внешняя сетевая карточка с IPшником 100.1.5. И, соответственно, слева я показал то, что у меня есть мой маршрутизатор 10.0.1.1, который якобы находится в интернете. Справа у нас есть машина Windows 10, на которой мы все это проверяем, с IPшником 122.168.0.101. И, соответственно, у сервера есть локальная сетевая карточка 122.168.0.10. Мы с вами в цепочке input для таблицы по умолчанию фильтр уже разрешили ping SSH. Сейчас я хочу разрешить нашей машине Windows пинговать узлы снаружи. То есть, в принципе, разрешить IPшнику 0.101 вот этому пинговать машину 10.0.1.1. Тут нужно вспомнить то, что мы с вами уже говорили, как-то когда говорили о протоколах IP версии 4, что нельзя из одной сети вот так вот без маршрутизации пинговать другую сеть. Ну и вообще работать с другой сетью. Потому что если у нас пинг будет отправлен из сети 192.168.0 в сеть 10.0 без какой-либо маршрутизации, то мы, в принципе, не сможем получить даже ответ. Потому что узел 10.0.1.1 ничего не знает о сети 192.168.0. И именно с этим мы сейчас будем работать. Итак, я загрузил свою Ubuntu. Как я вам и сказал, если по умолчанию сейчас после загрузки проверить состояние таблиц IP tables, то в них не будет никаких правил, которые мы создавали в прошлый раз. Видите, у нас везде policy accept. Но мы с вами в прошлый раз уже создали резервную копию. Мы сейчас из этой резервной копии восстановимся. Я вам расскажу сегодня, как нам в следующий раз делать поумнее. То есть в тот раз у нас был IP tables save, сейчас мы делаем IP tables restore. И у меня в моей вот этой вот домашней папочке есть IP tables backup. Я его делал в прошлый раз. Делал IP tables minus l и вижу то, что вот они мои два правила. Пинг, то есть протокол ACMP и SSH протокол разрешен вот здесь вот в цепочке input. То есть правила свои я подгрузил. Проверим сразу с этого хоста Linux то, что у меня действительно есть узел 10.0.1.1, который я буду пытаться пинговать с винды. Узел есть. Отправляюсь на Windows. На Windows запускаю свою командную строку. На командной строке я могу в командной строке проверить сначала связь с внутренней сетевой карточкой моего хоста с Linux 10.0.1.5. И вижу то, что связь есть. То есть это я из одной сетевой карточки сейчас буквально пингую другую внутри машины Linux. И говорю проверить связь 10.0.1.1. Вижу то, что связи нет. Будем сейчас это чинить. Для этого нам понадобится сделать два основных таких правила. Мы скажем, во-первых, superuser.do, iptables, добавить правило, минус add правило. Для начала в цепочку input. Сейчас нам это не нужно, нам пригодится это в дальнейшем. Все пакеты с состоянием, то есть критерий у нас state. Зачем через два слэша указываем, какое именно состояние. Related, запятая, established. Минус j, действие accept. Это правило говорит iptables о том, что все пакеты, которые related, уже относятся к установленным соединениям, можно разрешить. То есть если не создавать это правило, а просто разрешить какое-то действие, у нас первый пакет успешно будет отправлен, а все остальные в рамках этого соединения будут отбрасываться. Но это все зависит от протокола. Но в любом случае всегда нужно создавать вот это правило. То есть теперь, если у меня будет уже какое-то соединение с моим хостом iptables, то все остальные пакеты в рамках этого соединения уже будут работать. И как раз это все происходит благодаря вот этому захитительному механизму connection tracker, contract, который умеет отслеживать состояние соединения. Там есть несколько состояний соединения для каждых пакетов. И используя этот механизм contract, можно очень гибко регулировать отбросы лишних пакетов. Что именно кому разрешать, новые пакеты уже установлены и так далее. И точно такое же правило я сделаю для цепочки forward. Чтобы если у меня уже есть какое-то соединение наружу, насквозь через мой firewall, или вовнутрь через мой firewall, чтобы в рамках этого соединения пакеты тоже проходили. То есть это такое важное, ключевое правило просто для того, чтобы iptables работал. Мы можем сказать iptables save, хотя у нас правила сразу применились, чтобы вы увидели то, что эти два правила у меня здесь уже есть. Вот они, эти два правила. Теперь нам нужно разрешить пинг наружу. Мы с вами уже разрешали пинг вовнутрь, в принципе ничего особенного. Мы можем сказать точно так же superuser do, iptables, минус add, добавить в цепочку forward, протокол icmp, действие jaccept, разрешить. Как я и говорил, когда мы не указываем, какая именно у нас используется таблица, мы по умолчанию работаем с таблицей фильтр. Мы можем написать таблицу фильтр минус t, то есть какая таблица, и пишем фильтр. Можем не указывать, будет все то же самое. Нажимаю enter. И могу проверить, например, стандарты нашей sudo iptables минус l list, выведя список правил. И вижу то, что у меня вот здесь вот в цепочке forward появилось новое правило, которое разрешает пинг. Опять же, когда мы не указываем таблицу, мы по умолчанию работаем с таблицей фильтр. И поэтому мы сейчас увидели те правила, которые находятся в тех цепочках, которые находятся в этой таблице фильтр. То есть сейчас мы разрешили пинг наружу, и в принципе у нас уже все должно работать. Но если мы сейчас переключимся на винду и попробуем что-нибудь попинговать, снаружи, из локальной сети наружу мы видим то, что пинг у нас не проходит. Как я уже говорил, у нас не может проходить пинг из одной сети в другую, потому что нам нужно сделать маршрутизацию. Для этого у нас есть различные NAT, но эти механизмы мы будем рассматривать в дальнейшем. Сейчас мы просто выберем такое действие, которое есть в iptables, оно называется маскарад. То есть мы тупо заменим в пакете адрес источника соединения на адрес сетевой карточки нашей машины внешней. То есть я сейчас сначала покажу это вам правило. Тут уже нам нужно работать с цепочкой пост-рутинг. Но этой цепочки пост-рутинг нет в стандартной таблице фильтр. Поэтому нам нужно указать таблицу, с которой нам нужно работать. То есть мы должны написать минус T в таблице NAT. Нам нужно добавить минус A в цепочку пост-рутинг, то есть пост-маршрутизация. Что сделать с пакетом, когда он уже у нас прошел дальше? Мы должны с вами выполнить действие простое. Для тех пакетов, источником которых является, я например укажу сеть 192, наша локальная сеть виртуальная 168.0.0.24. Можем вместо этого, например, указать, вот прям стереть и написать минус A, минус A, интерфейс, искать Ethernet 0, например. То есть или так, или так. То есть мы можем по-разному указывать источники наших пакетов. Можем указать конкретную сетевую карточку, можем указать, например, сеть. Мне удобнее сетью, поэтому я пишу минус source, такая это сеть. И, собственно, действие. То есть мы до этого писали, действие у нас были дроп, действие у нас были accept, а теперь действие будет маскуэраде, маскарад. Таким образом, для всех пакетов, которые проходят из нашей локальной сети с такими IP-адресами, их IP-адреса, то есть в данном случае 192.168.0.101 на нашей винде, будут заменяться на внешний IP-шник моей машины Linux, то есть на 10.0.1.5. Если что, отмотайте на картинку и посмотрите на нее еще раз. Нажимаю я Enter. Если мы сейчас нажмем SuperUserDoIPTables-L, то мы этого правила здесь не увидим, потому что по умолчанию мы работаем только с таблицей фильтр. То есть нам нужно сказать минус T над таблицей над, и в ней мне, пожалуйста, выведи мои правила. И он нам показывает то, что да, в цепочке PostRouting для таблицы над у нас появилось правило маскарад. И критерием у нас здесь является любой протокол, источником, главное, чтобы была вот эта сеть. И в принципе нам этого уже достаточно для того, чтобы пинг работал. Тут есть небольшой нюанс. Я вам показываю это все в виртулбоксе, и в виртулбоксе сети не всегда быстро срабатывают. Здесь, видите, у меня сработало сразу, и пинг пошел нормально. Если вы то же самое делаете в виртулбоксе, дайте ей 3-4 минуты подумать. В реальном мире, на реальном железе, это все срабатывает намного быстрее. Просто виртулбокс не умеет корректно виртуализовать сети, в том числе внутренние, в том числе мосты, и поэтому иногда здесь сразу это не срабатывает. То есть, в принципе, мы нашу задачу выполнили, мы сейчас пинг наружу, смогли запустить винда со своим айпишником. Давайте посмотрим, айпишник со своим айпишником 0101 спокойно смогла достучаться до машины с айпишником 10.0.1.1. Пинг пошел. Можно на всякий случай с вами сейчас сверить правила. Например, мне нравится это все делать командой iptables save, потому что сразу видно весь вывод всех правил, которые я создал. Собственно, вот они. Вот отдельно он показывает звездочка. В таблице NAT у нас по умолчанию политики для цепочек accept для всех, и одно правило появилось post-routing. А для таблицы фильтра у нас то, что мы создавали. Две политики drop, политиковый путь accept, и вот те правила, которые мы тоже создали. Теперь важный момент. В Ubuntu у нас в Debianе, молодцы, сделали отдельный пакет, для того, чтобы мы туда-сюда не мучились, не делали iptables save, iptables restore. Есть пакет, который называется iptables persistent. Мы сможем его установить, потому что у нас политика для цепочки output allow. Сохраняем правила, сохраняем все правила. По сути, сейчас вот при выполнении этого пакета, при установке этого пакета, у нас правила сохранились в файл etc, iptables rules, правила для протокола версии 4. То есть вот здесь наши правила. По сути, в следующий раз нам не нужно делать dpkg, reconfigure, опять же, вот этот самый пакет. Мы можем просто сохранить чем угодно, тем же самым обычным iptables save правила, вот в этот файл, просто при старте пакет iptables persistent возьмет правила из этого файла. В центесе лучше, в центесе можно, ну и соответственно в Red Hat написать service iptables save, вот так вот. И у нас там правила сохранятся тоже приблизительно по этому пути, я точно не помню. Но это, к сожалению, в центесе не всегда срабатывает. Поэтому, ну, в Ubuntu у нас в принципе нет такого, вы видите, service iptables. Поэтому на всякий случай я вам рекомендую в любом случае делать периодически бэкапы iptables, стандартным нашим вот этим вот iptables.backup, там, не знаю, версия 2. Так у вас точно гарантированно будет бэкап, из которого можно восстановиться. Я искренне пытался рассказать как можно меньше, чтобы видео получилось меньше, но мы с вами, в принципе, одно простое действие, разрешить пинг наружу, у нас заняло много времени, потому что нам пришлось поговорить и об connection tracker, нам пришлось поговорить о действии маскарад, ну и заодно, походу, научиться сохранять правила пакетами, которые присутствуют в различных операционных системах. Дальше будем разбираться с надом, оставайтесь.